Тренер по рукопашному бою, который убил одного из восьми напавших на него росгвардейцев по решению суда присяжных, оправдан. Напомню, все случилось в мае 21 года. Николай Кукушкин с другом и женами гуляли по Большой Покровской. Компания пьяных росгвардейцев стала приставать к девушкам. Мужья возмутились. Началась драка. Другу Николаю Кукушкину росгвардейцы сломали челюсть и повредили руку. После этого Николай выхватил нож, ранил трех человек. Один из них, 19-летний Михаил Рашаян, скончался. По словам друзей, обвиняемого рассмотрение этого дела всячески затягивалось. Росгвардейцы, которые проходили как свидетели, на заседание не являлись. И дело, которое могло быть рассмотрено быстро, растянулось на полтора года. Все это время Николай Кукушкин был под стражей. Подсудимый настоял на рассмотрении дела судом присяжных. И вот они вынесли единогласный вердикт. Решение, если честно, я ждал такого. И многие в моем окружении ждали. Многие не верили, что это могло произойти, но это закономерное решение. Парень не виноват, парень защищал себя. Он давал показания. Все это прозвучало честно, правда. И видео, раскрытое видео, по нашей просьбе сделано, это подтвердило. Там другого решения не могло быть. Они, все шесть человек, ответили то, что он не виновен. Так решили присяжные. Так не судья решила присяжные. 6-0. Все шесть присяжных были за его оправдание. Нет, он не подошел, ничего не сказал. Только один раз на каком-то заседании сказал, что мне очень жаль. Прошу прощения. Я этого не хотел, но я ни капли искренности в этих словах не увидела. Просто сказал, потому что это надо сказать. Жаль, бесспорно, этого парня 19-летнего. Жаль, бесспорно. Но кто его таким воспитал? Почему он совершил такие поступки? Почему он иниционировал именно этот конфликт? Почему он пал на девчонок, начал к ним приставать? Куча росгвардейцев, пьяных, причем в состоянии алкогольного опьянения. Делались там все экспертизы необходимые, это все доказали. И они сами об этом говорили. Искали себе приключения. Они себе их нашли. И очень прискорбно, что это случилось. Очень прискорбно, что погиб молодой парень. Но это уже произошло. Он умер не от самого удара. Он умер от последствий. Но какие были последствия? Зачем ему делать было искусственное дыхание? Непонятно. Зачем было его тащить самим в больницу? Для чего? Что они хотели скрыть? Свои подвиги? До этого события, как мы исследовали, они устроили драку в баре. Подрались в баре. Разогретые вышли на покровку и начали искать приключений. И они их нашли. Какие выводы они из этого сделают? Это еще история покажет. Но пока это надо тоже анализировать. Нужно анализировать, что было до и анализировать, что было после. Что говорить о окружении, которое я увидел, которое там. Ну, последнее заседание все показало. Они там перевернули лавочки, угрожали, кричали матом в зале суда. Я вам смогу сказать больше в адрес Николая, его родителей, его жены, его семьи постоянно сыпались угрозы. Угрозы убийства. Человек не хотел убивать никого. Многие тут что-то пишут в разных там источниках, там зарезал. Он никого не зарезал. Он защищался. И удар этот был отчасти случайный. Ну, просто поймите, что бы я не сказала в этом интервью, все будет против нас. Что бы я не говорила, честно. Они как уперлись на том, что хотели изнасиловать. И все. Ну, потому что это люди такие, им как сначала рассказали о том, что 8 на двоих. И хотели девушек изнасиловать. Все. Они теперь этой версии придерживаются. Я не согласна с решением суда. Он должен понести в любом случае наказания. Как он говорит, это самооборона. Без разницы, что это он убил. Ну, конечно же, это победа. Но если мы рассудим это спортивным языком, выигранный первый раунд. Второй раунд будет обжалование прокуратурой. Что, на мой взгляд, вообще просто беспардонная вещь. Уже все понятно. Уже все все видели. Зачем это оспаривать? Здесь какая-то уже игра идет не за справедливость, а кто кого круче. Прокуратура, адвокаты и так далее. Ну, не надо этого делать. Надо дойти до истины. Мы до истины дошли. Все там, все раскрылось. Все понятно. Оставьте парня в покое. У него дочка маленькая. Он хочет ее воспитывать, хочет с ней быть. У него ученики. Он работает тренером. Он проследил полтора года. Почему? Потому что то один не мог прийти, до другой не мог прийти. Его просто мариновали. Да. Решение можно вынести было за месяц. Он сидел один год и пять месяцев в тюрьме. По всей видимости, нам придется еще побороться. И мы поборемся. И будем бороться. Подчеркнул, что пока это только вердикт присяжных. Впереди еще оглашение приговора. Но приговор должен быть основан именно на этом вердикте присяжных. Субтитры создавал DimaTorzok